Сочи Сочи ждал гастроли Свердловская мускомедия Их активно анонсировали Вы тоже, наверное, готовились Или вы уже не готовитесь? Ведь ваш театр в нашем городе в 14 раз Ну, в 14 раз за 85 лет существования нашего театра В этом году мы празднуем юбилей 85 лет отмечает Свердловский академический театр музыкальной комедии Это большая дата Это большая ответственность И большая ответственность в период подготовки к юбилейному году Находиться здесь, в прекрасном городе Сочи Который мы очень любим Готовимся мы всегда У нас нет периодов, когда мы отдыхаем А здесь вот сейчас мы готовимся и работаем Мы всегда в состоянии рабочем Всегда в состоянии того, что сейчас куда-то ехать Что-то показывать Потому что гастроли – это большая ответственность В Сочи ваш театр, если можно так выразиться Привез лидеров проката И по вашему мнению, почему именно эти постановки Так полюбились нашему зрителю? Наверное, потому что и мы их очень любим Во-первых, мы привезли самые любимые свои спектакли Это Екатерина Великая Они приезжают сюда, этот спектакль второй раз И по оценке зрителей, которые приходили сюда на спектакль Мы не могли не привезти Екатерину Великую Это наша визитная карточка нашего театра Стала уже на протяжении многих лет Мы привезли любимый детский спектакль Секрет храбрости Мы очень с большим трепетом относимся к этому спектаклю Он нам очень дорог Я думаю, что зрители в городе Сочи На них произведет впечатление этот детский спектакль Даже я Он настолько давно идет Что даже я, когда еще не была мамой Я с удовольствием смотрела И сейчас, спустя годы, я уже сижу в зале Со своим маленьким сыном И все равно получаю такое же самое удовольствие Потому что ребята Хотя я, к сожалению, не занята в секрете храбрости Очень бы хотелось Но ребята работают, как любой взрослый спектакль Детский спектакль – это больше ответственность Мы привезли веселые ребята Это мюзикл мне особенно дорог Потому что я исполняю главную роль в этом спектакле Роль Любовь Орловой, Анюты Мы привезли замечательную классику Венская классика Принцесса цирка Вообще, Принцесса цирка, кстати, если заметить Это тоже один из брендов нашего театра Он прошел на сцене Сочинского зимнего театра И по благодарной публике, по успеху, который имела Принцесса цирка Можно сказать, что Принцесса цирка Задержится в нашем театре на сцене Свердловском с комедией Я думаю, что еще многие-многие годы Мы привезли нестареющую классику Венская кровь Много говорят в этом году и про Алые паруса Алые паруса, да Вы правы, Инга Алые паруса на море Когда ты смотришь на закат Когда плывут пусть белые паруса Но все равно ты думаешь Алые паруса невозможно не привезти было в Сочи Потому что музыка, море, воздух и этот город Это, я думаю, что, наверное, родина Алых парусов Ловгрин, наверное, все-таки предполагал город Сочи Поэтому не посмотреть Алые паруса в Сочи Я считаю, это будет большим-большим упущением Поэтому всем очень хочется пожелать попасть все-таки на Алые паруса Я надеюсь, что билеты еще остались Продолжая разговор о спектаклях Веселые ребята В этой постановке задействовано ни много, ни мало 135 человек А декорации для Екатерины устанавливают 8 часов Огромная работа и на сцене, и за кулисами И тем не менее, театры, подобные Свердловской мускомедии, называют веселыми А жанры, в которых вы работаете, легкими Так ли это? Жанр веселый, но труд, конечно, легкий в кавычках Как и в любом другом театре И в драматическом, музыкальном Просто музыкальный театр – это целый механизм Это целый организм, который состоит из многочисленных-многочисленных Здесь есть и сердце, это помощник режиссера Потому что, если брать любой театр, не музыкальный жанр Именно в музыкальном жанре Представляете, человек, который отвечает за все Это помощник режиссера, это сердце Это человек, который поднимает занавес Который отвечает за все реплики Который вызывает артистов Который знает весь спектакль наизусть Это огромное количество костюмеров Которые помогают за 2 секунды Допустим, в спектакле Екатерина Великая Главную героиню Марию Виненкову, принцессу Фики Передевают за 3 секунды И это коронационное платье То есть это огромное количество людей Которые делают для зрителя спектакль То есть при этом еще мы находимся Как бы в большом количестве Вы правильно заметили, что в «Веселых ребятах» В спектакле «Веселые ребята» Исаака Дунаевского и его сына Максима Дунаевского С авторства Там находится 135 человек Это все плюс еще и техника То есть большое количество людей При этом мы должны сохранять молчание Потому что идет работа в микрофонах Это огромная колоссальная работа И вот особенно если отметить Что 135 человек И у каждого есть микрофон То есть за этим всем владеет Этим всем владеет Сергей Мещеряков Наш звукорежиссер Есть помощники Но представьте, 135 человек Одновременно включить При этом 2 человека ушло 4 пришло Он просто как бог на пальцах Он как пианист-виртуоз Вот божественный пианист-виртуоз Поэтому наш жанр, конечно же, легкий И я думаю, что самое главное Что зрители должны, вынося Придя на спектакль Я думаю, что, во-первых, они должны получить удовольствие Особенно на спектакле Свердловском с комедией А еще они должны все-таки понимать Что за веселостью и легкостью Стоит большой труд Мы были приглашены на репетицию Спектакля в Зимний театр И там нашей съемочной группе Удалось поближе познакомиться С вашими коллегами И даже узнать профессиональные секреты Давайте посмотрим видеосюжет Это действительно большие гастроли в Сочи Ежедневно на сцене Зимнего театра Солисты, артисты хора и балета Поспитанники детской студии И, конечно, музыканты Оркестра Свердловской музскомедии Только в веселых ребятах Занято 135 человек Изюминка спектакля Видеопроекции «Свообразный мостик» От музыкальной комедии 1934 года С Леонидом Утесовым И Любовью Орловой В главных ролях До мюзикла «Наши дни», Где используется не только музыка Исаака Дунаевского, но и его сына Максима К слову, все мелодии здесь звучат не в записи В оркестровой яме полный состав Оркестра Свердловской музскомедии Сталкиваюсь с музыкой Великого Дунаевского И потом спасибо Максиму, который для нас написал Специальную музыку для этого спектакля Очень, ну, великий сюжет Вспоминаешь, ну, великий там виден на экране Утесова Это же, понимаете, история Внутри этой музыкальной истории Оказывается, артисты современной музыкомедии Получается своеобразный музыкальный микс Который не отпускает зрителя до окончания спектакля Как и в оригинальном фильме Все начинается со знаменитого Утесовского кнута Кнут для спектакля заказали настоящие пастуши Исполнителю главной роли пришлось долго тренироваться Чтобы выглядеть заправским пастухом Мы с этим кнутом, с другим исполнителем этой же роли Ходили и тренировались, пугая всех в театре Но сейчас он, конечно, уже не так бьет Потому что кожа изнашивается Спектакль популярный идет часто Есть в спектакле и знаменитые животные Кости Потехина Пастуха по профессии, но музыканта по призванию Они могут разбежаться, поменяться местами Но потом все равно найдут свою пару И сложатся обратно в целое животное Эта конструкция называется портикабль И она не случайно вот такого белого цвета Потому что когда эта картинка складывается в стадо Этих портикаблей становится много Они работают как экран И на них проецируется видео Одна из героин мюзикла мечтает стать певицей Хотя начисто лишена слуха Исполнительнице этой роли приходится тщательно скрывать Свои незаурядные вокальные способности Я не в голосе сегодня, господа! Петь не по нотам для меня сложно И в этой роли именно вот эта вот ее безголосость То есть она не слышит, что нужно петь По каким нотам двигаться И это на самом деле спеть очень непросто Потому что у тебя в голове все равно уже есть эта мелодия А исполнительница главной роли Татьяна Макроусова Жалеет, что ее просенький льняной костюм Не слишком впечатляет зрителей Своё единственное эффектное платье Её Анюта надевают только в финале Ну единственное, очень обидно Когда все в спектакле красивые Единственное, спасает и успокаивает Что у тебя главная роль в этом спектакле Но на самом деле Все очень комфортно и костюму комфортно И в финале наконец-то я обрежаюсь В красивое платье, как Любовь Орлова В цилиндре, правда без цилиндра В нашем варианте спектакля Выхожу на сцену И наконец-то показываю всем, у кого есть голос Песни, которые в 30-е распевала вся страна Можно услышать со сцены зимнего театра Ещё и 26 сентября и 9 октября В эти дни в Сочи снова пройдёт мюзикл Весёлые ребята Комедия на все времена Да, музыкальный театр – это не просто постановка А совместный труд, как вы уже отметили Целого коллектива Который, кстати, отмечен Несколькими золотыми масками И другими профессиональными премиями А вот что для вас является главным признанием? Самый главный критик и самая главная награда Это реакция зрителя после спектакля Или во время спектакля Потому что на самом деле всё, зачем мы трудимся Ради чего мы выходим на сцену Это люди, сидящие в зале Татьяна, желаем вам успехов, удачи Спасибо И несмолгающих аплодисментов Спасибо Спасибо огромное за участие в нашей программе Спасибо вам Напомню, гостем нашей программы Сегодня была солистка Свердловского театра музыкальной комедии Татьяна Макроусова На сегодня это всё Будьте в курсе всех событий города Сочи И до встречи в эфире Субтитры подогнал «Симон»